Продолжение следует... Я просто хотел сказать, что Россия уделяет особое внимание, Китай, можно сказать ее партнер номер один, неслучайно по словам Китая был назначен Андрей Ленисов, замминистра, то есть это показатель того, что наш президент уделяет наиболее весомое значение этой стране. И в частности, поскольку Китай является стратегическим партнером России, то соответственно и какие будут дальнейшие изменения происходить, это в том числе и будет зависеть отражаться на России. Поэтому как раз надеюсь, что наши докладчики очень хорошо эту тему раскроют, как планируют Китай развиваться, как они это видят, как они чувствуют, какие-то может быть экспериментации от этого Китая в ходе своего доклада. Ну вот, собственно говоря. То что, Леонид, слово тебе. Благодарю, Марк. Добрый день. Меня зовут Леонид Дроздов. Уважаемые присутствующие на конференции, пару слов по секрету, я живу в Эстонии, где родился, провел большую часть своей жизни. Занимаюсь проектированием компьютерных интерфейсов, но в то же время интересуюсь вопросами глобальной политики. В своем докладе я в первой части расскажу о специфике восточной цивилизации и, в частности, о воззрениях Китая на новый этап глобализации. Во второй части доклада мой товарищ Владимир Девятов поедет о текущем состоянии Японии и более подробно остановится на некоторых плюсах и минусах восточных проектах глобализации. В предыдущем докладе речь шла о западной цивилизации, о западном проекте глобализации, о тех проблемах, которые породил этот проект, и от которых страдают все страны, которые привержены этому проекту. Когда в одном регионе назревают проблемы, случается так, что люди бегут из этого региона в поиск худшей жизни. Я думаю, присутствующим здесь тема гибрации близка, весьма близка, как близок вывод о том, что бегство проблем редко заканчивается полностью счастливым. Так, признаться, я, выданясь своим первокурсником, увлекся, прожив некоторое время на Западе и ощутив его социальные проблемы на собственном опыте, увлекся восточными философиями, и я был вот у меня одинок. В то время в европейских городах стали появляться магазинчики с восточной атрибутикой, Далай-Лана стал широко считаемым метро, и это был популярный тренд, всеобщая тенденция. Произошла некоторая разгерметизация Востока для широких слоев западных обывателей. И тогда, как Восток познавал Запад в основном через технологии, через бизнес-сотрудничество, западный человек искал на Востоке решение своих психологических проблем. Он надеялся, что восточные традиции помогут ему решить свои накопившиеся проблемы. И действительно, на первый взгляд, Восток обладает всеми преимуществами для решения этой проблематики. Культура владения эмоциями, развитой на Востоке, немыслима для западного человека. Она крайне необходима нам сейчас, в 21 веке, когда постоянные бытовые какие-то переживания и какой-то бытовой стресс дают на нашу психику. Отрешенность от материальных благ, свойственная исконным традициям Востока, очень помогла бы западному человеку отрешение отгонки потребления. В Китае, в частности, в Дельно-Востоке, вообще свойственен целостный подход к проблемам, процессы мироздания. Такой подход откроют для западного человека новые взаимосвязи. По данным социологов, китайцы наиболее холистичны, они наиболее склонны рассматривать проблему целиком, тогда как европейцы, в частности, американцы, они наиболее аналитичны, они склонны драгить проблему и решать проблему, более частные проблемы. Налицо прямая психологическая противоположность Китая, Востока и Запада. Взгляните на следующую картину китайского художника. На данном пейзаже человек вовсе не выделяется из-за общей среды, он вписан в ландшафт, он не конкурирует с природой, не пытается покорить, подчинить. И следующая картина того же художника также ярко подтверждает такое воззрение на существование человека и природы. Дело не в том, что это пейзажи, а не портреты. Дело в том, что определенные взаимосвязи выведены на первый план, а определенные на второй. И это разница мировосприятия западного и восточного человека может быть ярко проиллюстрирована следующим мысленным экспериментом. К какому объекту вы скорее отнесете корову? Курицы или к траве? Сразу скажу, что западный человек более аналитичный и видит взаимосвязь более между курицей и коровой, нежней между чем коровой и травой, потому как видит их видовое сходство. А восточный акцентирует более внимание на среду обитания. Восточный человек и восточная культура делают ставку на интуицию. И, как показано многими социологическими исследованиями, роль интуиции возрастает по мере усложнения комплексности проблем. Также Востоку свойственен подход стратегированию сквозь века, сквозь поколения, в отличие от бывшего на Западе лозунга «Маркиз и Пампадур» «После менях и поток». И такая восточная противоположность может быть подтверждена следующей даотской притчей о том, как некий 90-летний простак решил ссорить гору, которая ему надоела обходить все время. И на усмешке вроде такой, «Вот глупец, тебе дряхло мустряку, не уменьшите гору на волосок, как же справишься с такой массой земли и камней?» Он отвечал, «Что за печаль, что не справлюсь? Пусть я умру, останутся сыновья, потом внуки, у внуков снова сыновья, у сыновей снова внуки и снова внуки. Сыновьям и внукам не будет конца, а город не вырастет». Подобные притчи, конечно, можно найти и у западных народов, но, как показывает практика, в политической деятельности Запад чаще руководствуется Торисом Мархиза Бакампадур. Но мы не будем здесь воздавать далее хвалу восточной цивилизации. Дело в том, что Восток и сам знает себе цену, и он не спешит глобализироваться по-западному. Исторической мечтой западной китайской Китая было великое единение Датун. По мнению Китая, в нашу эпоху мир нуждается именно в китайских ценностях в качестве общемировых. Это вызывает настороженность западного человека. И западный человек видит некую другую угрозу, которая была названа парадоксом «желтой угрозы». Парадокс заключается в том, что китайцы, считая себя весьма миролюбимым народом, недоумевают, почему западный человек постоянно боится какой-то агрессии с их стороны, физической агрессии. Запад видит три варианта сотрудничества или даже взаимодействия с Востоком, в частности, Китаем. Китай не достает основных европейских ценностей, поэтому нам необходимо внедрять туда определенные тенденции модные, которые сейчас внедрены в Европу. Толерантность, ЛГБТ, пропаганду ЛГБТ и так далее. Второй вариант. У Китая есть свои системы ценностей, но она не может быть общемировой, поэтому Китай отрицает существование общемировых ценностей, и он враг общемировой морали и общемировых каких-то проектов. Третий вариант. У Китая есть, что наиболее опасный для Запада вариант, глаза Катаны. У Китая есть взгляд на общечеловеческие ценности, не уступающие Западному, и воплощенные в китайской модели. Это модель угрозы гладычеству европейских идей, и, следственно, Китай опасен, потому что как же европейцы будут жить, если китайское представление о общемировых ценностях распространится на весь мир? Сам Китай наиболее главной ценностью видит, считает мир всюду под небесами. Но, к сожалению, по нашему мнению, такой мир всюду под небесами, если опираться только на те философские традиции, и философии, которые имеют место быть сейчас на Востоке, такой мир может быть только в кавычках «мира», и это, скорее всего, псевдо-социализм в марксистском варианте. И почему это так? Потому как Востоку, по нашему мнению, достает ясность и понимание двух аспектов. Во-первых, это герметизм знаний. То есть от индийских каст до китайских кланов восточное общество жестко разделено на социальные группы, которые имеют разное информационное наполнение по принципу «каждый сверчок знает свой шесток». таким образом, кстати, вот наш недавний министр экономики выболтал очень знаковую позицию. Он сказал, что, он прямо сказал так, что манипулировать народом необходимо с помощью ограждения его духовенческой значимой информации. И предложил в этой практике ориентироваться, в том числе на конфуцианство, в буддизм и доосизм. И действительно, в трактате Дао Цзинь есть подобная рекомендация. Управляя страной, совершенно мудрый, делает сердца подданных пустыми, а желудки полными. Он постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Вторая же проблема, и основная проблема Востока – это атеизм. Дело в том, что в жизни человека неизбежно встает вопрос об упорядоченности интеллекта во Вселенной. И неизбежно встает вопрос о том, о наивысшем уровне управления интеллектом. И также возникает вопрос, а безразличен ли этот наивысший интеллект, наивысший уровень управления к тому, что творится на Земле именно в социуме? Или у него есть некий промысел, Божий промысел в отношении концепции глобализации, в отношении развития будущего? Если на этот вопрос нет четкого ответа, то открывается простор для всевозможных манипуляций. Как было сказано в первом докладе, мы, в частности, коснулись этого, что Запад искусственно использует авторитет Бога для синхронизации экономических, идеологических процессов через Библию. Восток же обходит вопросы взаимоотношений вне социальной этики и более предлагается сосредоточиться на психопрактиках, ритуалах. Восточные философские школы таким образом не дают понятийный аппарат для осознания таких понятий, как совесть и Бог. На наш же взгляд Божий промысел имеет место, и он может быть поздно через собственное чувство совести каждому индивидуальному. Также необходимо упомянуть о той диверсии, которую Китай, несмотря на свою закрытость, несмотря на китайскую стену, впустила в свою внутреннюю политику в XX веке. Я говорю о марксизме. Дело в том, что мы коснулись этого, и тема оказалась действительно актуальной, вызвала дискуссии. Дело в том, что на наш взгляд марксизм, марксизм это некоторая идеологическая диверсия, с помощью которой оглашение расходится с умолчаниями. В частности, политэкономия марксизма несостоятельна. Она уводит в сторону экономистов такими понятиями, как добавочный продукт, необходимый продукт, добавочное и необходимое рабочее время. В частности, философия марксизма концентрирует свои усилия на выяснении вопроса о том, что первичная материя или информация, которая не дает каких-то плодов. Также видит основным двигателем истории классовую борьбу. Это вытекает из принципа отрицания-отрицания, из закона отрицания-отрицания, что на наш взгляд тоже катастрофический путь развития, революционный. Мы как раз странники и много. В частности, наступив на грабли марксизма СССР, дало некоторую почву для размышлений, в том числе Китай, есть возможность осмыслить вот этот момент. Но в целом, китайское положение дел я описал, я буду рад ответить на вопросы. А сейчас я хотел бы передать слово Владимиру Девятому, который продолжит рассказы о Востоке и, в частности, о Японии. Ну, если говорить о Китае, то он открылся, можно так сказать, миру подписание Мангинского договора. В 1942 году поражение войне с Великобританием. Ипония была открыта миру, революция Мэйдзи, которая сошла в 1868 году, в следующий год. Можно сказать, что пирамида – символ доминирующей концепции, как уже говорили, есть толпа, есть элита, но также система управления, которая логично в старой логике поведения. И Восток тоже пользовался такими системами. То есть мы можем смотреть и в Египте, и в Индии существовала кастлая система. И с чем она характеризовала? Что в прошлом границы были очень сильно непронициальны. То есть нельзя было из одной касты, например, браки заключать. В Японии точно так же существовала такого рода кастлая система в следующих словах. Существовали планы войны самураев. Были, в частности, хочу обратить внимание, другие кастлы, но обратить внимание на кастлу «Нечистые». Называются они в японском «это». Один аналогичный кастлая неприкасаемая к Индии, которая до сих пор существует и насчитывает в Индии более 300 миллионов человек. Две России людей, которые, в общем-то, не имеют никаких прав. Если говорить о Японии, то она в ходе революции «Нэйдзин», в следующий слайд, собственно, произвела необходимые социальные изменения на тот исторический этап, что, в общем-то, позволило ей выйти в 20 веке на довольно передовые места. То есть как она проапгрейдировала свою кастовую систему? Во-первых, она слила все ниши касты в единое, разрешила межсословные браки, то есть границы стали более прозрачными. И если говорить о восприятии этого элиты и толпой, то есть простонародьем, то можно сказать так, что простонародье воспринимало это все достаточно нормально, межсословные браки начали использоваться, а вот элита до сих пор по многому порицает. Межсословные браки в Японии смотрят косо межсословные бракосочетатели. Это в силу того, что элита более нервна, потому что она более сильно зависит от существующей системы управления, которая у наследована от предков, полнота. И поэтому, скажем так, хуже воспринимают эти назревшие социальные изменения. Ну, можно их понять, потому что есть определенные зависимости. Следующий слайд. Япония же, она перешла под давлением, что ли, вот этого назревающего закона времени, который вот очень активно мы можем видеть в живую очередь, он сказал так, что они прочувствовали это задолго до того, как это вылилось в явно видимый процесс глобализации, который вот виден в конце 20 века. И они также увидели, что главным является, ключом в общем, к успеху жизни является обучение. И они, говорят, уже в 1872 году, до выхода нашего, например, закона двухаркетных детей, говорили о том, что необходимо, чтобы не было ни одного неграмотного человека в Японии. Следующий слайд. И, понимая это, они, в общем-то, начали активно в 68-м году продвигать западную систему образования в том числе. Но это вызвало протесты в обществе, потому что западное образование, оно моралитику, которая традиционно в Японии выходит, является главными такими предметами, оно вело на задние места. И это, в общем-то, стало причиной, что в 1979 году из-за протестов было решено переформатировать систему образования и какие-то составляющие западные оставили, но в то же время моралитику выглядели на первый план. И многие западные учебники, они были запрещены как на неносящий ущерб социальному развитию. И западные преподаватели были во многом изгнаны. Следующий слайд. Образование, оно базируется на какой-то идеологии, идее, и первоначально были взяты западный империализм и ценности индивидуализма, которые во многом свойственны японцам, потому что они во многом опираются на самих себя. Но опять же таки, прямо в том же в 1868 году началась реформа религиозная, когда синтаизм отделили от буддизма и сделали общей японской религией. Ну, чем он положительный? По-моему, если сказать по-простому, то синтаизм это обожествление природы, ее сил. Это пантеизм, грубо говоря. Если быть, то центральным является персонаж Ама-Тарасу, которая во многом аналогична Исидия в древнейших культах. Это богиня солнца. И, соответственно, все остальные башки, они какие-то силы природы себя представляют. Чем это положительное? Такого рода воззрение. Во-первых, синтаизм исходит из-за того, что окружающая это естественная природная среда, в которой есть природа, есть некие богодухи, есть люди, есть души умерших людей. Необходимо поддерживать гармонию со всем этим и находить какой-то образ жизни, который бы устраивал все составляющие этой некой системы. Из отрицательного это то, что такого рода пантеизм порождает в многом атеистическое восприятие реальности, потому что вы можете всегда выбрать между какими-то башками, какие вам по душе. Следующий. То есть по вопросу праведности он уходит на заднее место. Можно сказать в целом, что Япония на вызову времени ответила довольно адекватно. Хотя они без всяких таких смешных по многому эпизодов. Есть вот эта картина 70-го, где-то примерно года, не везет автора, и можно видеть, что здесь на смену полиграфии приходят печатные книги, на смену лавкам приходят стулья, они друг с другом борются, на смену каткам приходят чайники. То есть в такой форме это народ выражал то, что он наблюдал вокруг цельчества. То есть во многом Япония за счет революции Мэйзи подготовила себя к 20-му веку, переняв какие-то западные технологии и сохранив некую самобытность. То есть можно сказать, что в какой-то мере провести аналогии между революцией Мэйзи и действиями Петра Первого. Ну, уже в более новейшей рейте. Можно видеть, что на фотографии эти люди одеты и по западному типу, и по восточному типу. До открытия моста запечатлено следующий слайд. Хотя явно видно по картине, что она восточная, то есть она в себе имеет дух восток. В чем выражается вот этот взятый курс сегодня, который, в общем-то, имеет природную преемственность. Был в 2000-м году публикован документ японский проект внутренней границы развития личностей в 20-м веке, цели Японии в 20-м веке, в котором японцы выразили свое понимание того, куда движется Япония в этом глобализованном мире и какие она должна ставить перед собой цели. Ну, и в частности, одним таких ключевых моментов в следующем слайде является опора на самих себя это обратно, 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 опору на себя и на свое развитие своей индивидуальности и толерантность, то есть принятие различных индивидуальностей в их развитии обществом так, чтобы каждая из этих индивидуальностей с их уникальными качествами могло бы найти место в этом обществе. И в общем, еще раз и еще раз. В Японии вот тот кризис, который они начали ощущать в 20-х годах после взлета 70-х, после военного, когда они второй раз переняли западные ценности, он вызван тем, что они восприняли эти ценности во многом некритично, под давлением обстоятельств, как побежденные, потому что вот этот комплекс побежденных, он у них присутствует и очень сильный комплекс в связи с бомбардировками Хироси и Нагасаки, это очень, очень колоритно проявляется во всех направлениях искусства у японцев. И они видят, что проблема как раз в том, что прямое вовлечение в этот проект глобализации на основе доминирующей концепции. И видят цели какие в связи с этим. Три задачи есть. Первая, это воспитание новых поколений, это индивидуумов, опирающихся на себя, на свой интеллект, на саморазвитие и самосовершенствование. За счет этого должна возникнуть некоторая новая культура взаимоотношений людей между другом, обществом и государством. И третье, исходя при решении этих двух первых задач, Япония должна по методу дзюдо подчинить своей политике весь окружающий мир. то есть японцы самые умные и самая прогринутая нация во всем мире, все остальные нации, они за счет того, что японцы технологичны и развиты, они стереализуют возможность управлять всеми остальными, просто исходя из такого естественного положения. если говорить о Японии, то сейчас, да, вот этот взятый когда-то курс революционный идти, он в 20 веке японцы после Второй мировой войны во многом стали восприниматься как нация очень точно, очень бережливая и при этом с присущим восточным самоконтролем. Однако также при принятии западного ну такого прозападного образа жизни второй раз они восприняли те же проблемы экологическая пожалуйста Токио где собственно природы практически нет проблема опять же таки расслоения и проблема гедонизма во многом то есть если мы посмотрим на японскую молодежь то как она выглядит сегодня уже многие политики болитологи говорили о том что самая нерелигиозная страна это Япония хотя при этом у них есть определенная идеология и можно сказать так вероучение синтоизма и сайг 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 японский композитор известный современный сказал о том что страна без бога это страшная страна в чем это выражается в японском потому что он видит в том что следует в том что такое положение оно вызывает проблему что главная идеология Японии стала сейчас отсутствия всякой идеологии она выражается во многом не в каких-то политических изменениях в том что нравственное самосознание оно слабо ценность жизни потерялось это видно при японском шоу который каждый может набрать японское шоу и вы увидите насколько понятие ценность жизни и моральную стоимость сдерживающая размывается ну и это выражается в том что японская молодежь может быть названа самой потирующей самой экстремальной вообще в мире то есть вы видите экстремальную молодежь японцы обязательно там выйдут и один из таких аспектов что ли такого рода разложения молодежи можно назвать следующий слайд вот на этом слайде представлены японские артисты посмотрите внимательно на этом слайде только одна девушка все остальные это парни если можно так назвать ну в этом гадайте следующий слайд то есть если говорить в целом о востоке Китая и Японии то какие есть можно увидеть преимущества в этом предлагаемых им вариантом глобализации развития цивилизации это прекрасная культура владения эмоциями во многом отрешенность от гонки потребления хотя сейчас в последнее время молодые китайцы и японцы все больше и больше подвержены китайским целостно взглядом мироздания но чтобы его получить необходимо изучать первоисточники а сегодняшняя японская молодежь не знает ни театра кабуки ни традиционной китайской музыки не интересуются во многом космополитичны но хотя есть такое у японцев понимание особого пути японии то есть надо изучать традиционную философию это не каждому сейчас отсюда ставка во многом на интуиции что сохраняется и этим отличаются во многом японские фирмы даже современные даже прозападные и стратегирование на века то есть если мы возьмем Индию то касковая система сохранялась тысячелетия Япония это полная преемственность курса за последние два века ну о каких недостатках можно сказать от Востока во-первых это индивидуализм специфический индивидуализм нашли следующий в частности это идея личностного индивидуального спасения ухода в нирвану разрывания круга сансары по многому то есть ухода от проблем к обществу и решения своих личностных проблем за счет юридической практики все практики невозможно обцелены на такое дюбистическое прозрение и только потом какие-то какие-то единицы будут помогать обществу какие-то они уйдут в нирваны дальше это форматирование человека по принципам бонсай то есть как они лепят природу посредством проволоки заворачивая деревья делая их маленькими нормальные обычные деревья собственные ели так и людей они делают например это китай знаменитые китайские ножки под тем же самым принципом форматируя людей культурой во многом это герметизм знаний которые ярко проявление на уровне языка то есть можно китайцев например сортировать что ли по уровню знания по наличию сколько они знают ероглифов кто-то знает в повседневной жизни ну 600 ероглифов кто-то знает 3000 они уже более скажем так специалистами могут являться в каких-то властях научные сотрудники они от 5000 ероглифов и там особо специальные науки они там 9000 ероглифов японцы попытались эту проблему решить введя упрощенный язык японский то есть у них три модификации японского языка сложный традиционный и попроще который дублирует во многом западная клавиатура и специфический ну не специфический наверное такой атеизм идиалистического типа который можно назвать то есть есть атеизм идиалистический который говорит что бога не атеист идиалистический но здесь у них специфический потому что в качестве богов они успевают множество сил improv те же чли som чем это плохо то что вопрос праведности переведения своей нравственности с некой праведностью которая не админи не ставится потому что есть множество башков у каждого своей особенности даже можно на картинке он título в итоге тот кто контролирует эту статистику башков то есть характер башков тот контролирует статистику поведения людей в обществе технологии применялось в египте древнем и во многом до сих пор применяется в тех же наших сериалах которые предлагают определенный спектр вот такие достоинства и недостатки что можно сказать о будущем восточной цивилизации вообще о всех можно не вернее невозможно их рассматривать изолировано друг от друга развить эти западные цивилизации будут западной русской восточной цивилизации в будущем то есть так или иначе это будет взаимодействие этих цивилизации их проблемы и их достоинства и недостатки они будут в этом что ли взаимной диалоги возможно открытие возможности чтобы решить какие-то ошибки недостатки и улучшить и взять достоинства и задача чтобы нас молодых поколений в том чтобы создать условия для такого диалога чтобы ни в коем случае не возникала ситуация когда такой делок становится невозможным мы считаем что будущее это не горячие войны будущее это взаимодействие в мирном диалоге то что сейчас многие называют информационной войной мы больше словно называть информационным диалогом попытки решить проблему друг другу если такое будет отношение то это будет более продуктивно спасибо 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 я изучал очень много интересного есть вопрос по алексееву на примеру такого вопроса как отрождают полосы и пустос на появление как-то сад камней да сад камней есть сад камней есть киото там чем интересно есть на поле песчаном есть 15 камней есть терраса на которой могут быть разные люди каждому человеку отдельно на этой террасе видно только 14 км то есть в любой точке трассы видно только 14 км 15 камней во чем это говорит что западный человек ну индивидуально он не может подачи решить а вот коллективно задача решаем вот японцы есть такое уникальное предъявление в святую площадку да они видят коллективное взаимодействие и решение вот этого кольца 15 км то есть они все вместе могут увидеть 15 камней но недостаток что видит москопыти то что они выходишь мы все должны быть вот такими знающие не понимающие но все остальные народы должны в какой-то мере вот причиниться нашим знаниям то есть положительные дачи да это обязательно ну стоит брать потому что это отражение общинности и фон которое они во многом вот успех 70-х годов положим произошел из того что они взяли этот принцип общинности такого по целостному взгляду положили в основу производственную систему и это удалось вот вот это можно от них да хотя у нас тоже вообще да все очень да еще еще вопрос по Гитая вот как вы видите проблему образования в Китае то есть какой там сейчас уровень образования и вообще какие-то это шпективы может быть ну это долговременное явление выраженное герметизм знаний оно присуще как Китая как Индии Японии заключающиеся в колоссальном отрыве элиты толпы и понимание процессов да не только политически и даже банальной грамотности собственно это нынешнее плачевное состояние образования в Китае и следствие долгосрочного благоиграющего взгляда на распределение информации между классами кастами то есть как я понимаю правильно то что проблема образования в Китае плохо не решается и второе с одной стороны тенденция это интернет это в конце концов может привести к разносу общества когда ситуация будет полностью в которой уже китайское руководство в интернете или ниже попробуем сделать да дело в том что на нынешнем этапе глобализации герметизм тех или иных знаний недопустим то есть смерть подобных даже если китай какую-то политическую информацию мы используем для своих целей то оно будет в конечном счете это приведет к коллапию всего общества в том числе и то что в докладе были названы пытаться нерубивы в каком то спец горячей горячей войне потому что на мой взгляд они будут достаточно агрессивны политику внешне в плане экономики в плане сотрудничества они могут обладать восточной хитростью когда некоторые условия навязываются территории в которой она вторгалась за свою историю останется очень мало стран но если такой же эксперимент сделать с Китаем то как показывает история он редко выходил и относительно незначительно выходил за границы своей территории то есть он рос за счет внутренних ресурсов то есть я так понимаю все это отношение да? ну да ну скажем так да ну это сложный вопрос честно говоря человек на самом деле в каждом городе это одно из проявлений таков людей в тех каком случае меня добились мне кажется это даже европейские государства хотели к себе и видеть это они они заключаются кипности послаков потому что люди захотелось вообще это так да вот еще вопрос Владимир по поводу Японии вот если что-нибудь такое что можно в Японии с этих сомнения принять но поскольку знаем что в Японии например в системе образования в детских садах которые работают в детских садах что они очень как бы больше ценятся чем учителя в школе и то есть в детском саду да когда создают какую-то основу детям в садах учителя в школе развивают дальше а вузов как бы давайте еще дальше да это можно брать уже сад Киота в Киоту сад Камни и такого ориентирования что самым главным звеном является учителем но у них другая проблема они говорят в том документе они прямо говорят что формирование личности это совокупность воздействия на человека дома общество и школы детсады и школы они говорят что мы утратили первые две нас нет дома и общество воздействует мы контролируем как что происходит и вот в этом они видят проблемы да у них хорошо поставлено обучение в школе но это лично формируется как раздействие домашнего воспитания и общественного воспитания из-за того что мы подчеркиваем общество вы видели что общество ходит на них по улицам какие люди да что очень популярно ну то есть это популярно есть хорошо кто то еще есть вопросы еще я бы сказал что точность японцев вот ее точно надо брать то есть вот по многому производственные системы которые они построили стоит брать ну вот тут есть одна странность сами японцы говорят что они взяли эти системы у нас из советского союза в свое время они говорят ну как вы можете говорить о том рынок самое главное когда на 90-х годах у нас в риторике это было они говорят как вы можете говорить когда надо добиться сочетания планового и рыночного механика гармоничного такого они поставят сделали упор на противное развитие поставят туда общину они тоже у нас есть и до сих пор в многих офисах висят плакаты у них станет пары такие выдушевляющие то есть японцы говорят ну мы взяли вас что же вы выберете чего интерес если больше нет а есть еще вопрос у меня к сожалению из докладов выпала Индия я еще сказал что выпал и Ближний Восток но Иван я скажу так я просто хотел буквально рассказать вот такая особенность на мой взгляд индийской в том что мыслители Индии имели возможность в своих размышлениях уходить высоко в горы и в горной хладе размышлять о ну то есть о мире обществе о проблемах и скажем так о взаимодействии их понимания Бога соответственно это отличает его от мыслителей запада которые ну скажем так все школы западные раскладывались все таки в юных горячих странах с песчаными такими поверхностями где под раскаленным солнцем мыслители пытались также заниматься анализом общественных проблем соответственно картина мировоззрических религий того же запада если взять допустим картины анда иудаизма библейской концепции христианства или того же ислама то мы видим очень впечатляющие картины соответственно полярное совершенно полярное мировоззрение нам было сложилось в гималая философии когда путь такого достижения Бога и получения бесконечного удовольствия был получен на основу учебу тем не менее тем не менее Владимир кажется или Леонид затронули такую тему путь ухода в состояние сама и на мой взгляд проблема в том что ну кастерная система уже давно показала свою неработоспособность но тем не менее те мыслители и ученые которые могли бы помочь своему обществу выйти и решить свои проблемы они занимались к сожалению прихождением к состоянию вот соответственно когда человек достигал этого состояния его ничего не волновало какие общественные проблемы какие заботы простые вряд ли на людей вот и мне кажется они сложили себя определенную ответственность перед своим обществом и все современные проблемы в Индии вот как уже упоминалось как-то неприкасаемые и другие вот вот ну и в последнее время вы тоже видите в СМИ прекращающиеся новости о потоке насилия в Индии за тоже определенные расплаты за то, что действительно ставят в себя ответственность за решение каждому обществу но тем не менее вот именно по методу по методу оценки этих общественных проблем Индия еще несколько тысячелетий назад была впереди планеты всей так как правильно сказали завтра используют такой анализ внешних внешних процессов то есть взятие информации извне когда мыслитель Индии используя в своих больших размышлениях непровертированный анализ как бы они попытаются почувствовать жизнь изнутри из себя соответственно это мировоззрение отдает им определенный путь давал им тогда определенный путь борьбы искания когда человек самосовершенствовался и идя по пути йогу что означает пути помощи ближнему и дальнему помогал своему обществу но так как они с этого пути взвернули соответственно все проблемы обусловлены востоком на примере Индии как бы лежат в пустой плоскости что те люди которые могли помочь своему обществу сложили себя ответственность за свою обществу соответственно то же самое проявляется в китайском языке и в японском языке когда ну простое на наш взгляд и интересное или может быть не простое стихотворение может порой фактически нереально перевести ну попытки были но это никогда не станет достоянием жилых общественностей соответственно когда он проявляет себе спасибо я предлагаю тогда переходить к следующему универсалу как универсал и универсал универсал и универсал универсал